Одесский областной совет принял приватизацию своих помещений и зданий, которые не используются. Всего на торги планируется выставить около 40 зданий общей стоимостью 200 миллионов гривен. Среди этих сооружений немало аварийных домов, общежитий, полуподвальных помещений. В этом списке дом на Успенской 4, в котором проживают переселенцы из Донецка и Луганска. Таких объектов где-то 3-4 десятки, которые нужно сегодня оптимизировать. Те же самое может быть и по детским санаториям. Будемля есть, а санаторий используется там на 0,0, а особенно в период пандемии. Так, возможно, из трех-четырех санаторий сделать один, но сделать такие, чтобы он был действительно достойным. Также глава УГАП подвел итоги программы «Большая стройка» за прошлый год. Сергей Гриневецкий назвал их неудовлетворительными. Сейчас среди ярких провалов строительство школы в селе Шевченково. Для нее подготовили некачественную проектно-сметную документацию, поэтому строительство не удалось завершить в срок. Также просрочили ремонт школ в авангарде и Ставрово. К слову, школу в Ставрово, что недалеко от Подольска, строят больше 10 лет. Сергей Гриневецкий, директор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова «Відверто можу сказати, що я незадоволений тими темпами, які були реалізовані, і тим більше по деяким об'єктам якісті роботи, особливо це стосується Шевченковської загальноосвітної школи, бувшого Кілійського, нині Ізмаїльського району, де неякісно підготовлена проектно-кошторисна документація, неякісно виконані роботи і зараз пропонують коригування». Дякую за перегляд!